Итак, всем привет! Сегодня я хотел бы в своем видео затронуть тему поршневой группы Альфа 72 куба. В данной поршневой группе есть пометка 49 кубических сантиметров, но это поршневая на 72 куба, диаметр у нее 47 миллиметров. Проблема ключевая в том, что мопед перестал адекватно ехать, разгоняться, тянуть и так далее. Даже с новыми кольцами он проездил всего около полутора дней. Ну вот, как видно, 47 диаметр. Мопед перестал адекватно тянуть, даже с новыми кольцами ездил полтора дня нормально и потом все прекращалось. Тут мы решили посмотреть поршневую, собственно, и что я обнаружил. Поршневая может быть по штангенциркулю и сверху 47 замеры, и снизу 47. То есть вам будет казаться, что она полностью хорошая, нормальная, и ездить еще можно. Потому что объясню сейчас, почему она плохо себя чувствует. Поршневые стачиваются не полностью. То есть не здесь будет она растачиваться там до 47,5. И вот здесь растачиваются они обычно под конус. Сейчас объясню, как это под конус. У нас есть цилиндр. Вот, допустим, вот это две моих руки. Это ровные стенки вот этих цилиндров. И когда поршень вот здесь вот проходит, он кольцами протирает примерно вот до этой части верха цилиндра и до этой части низа цилиндра. То есть здесь могу это показать вот около этого места. Вот около этого места. Нижняя часть стачивается, собственно, где-то вот здесь, посередине. И поэтому стенки цилиндра со временем у нас вот были ровные, да, перпендикулярно друг к другу. А потом начинают принимать вот такую форму. То есть вот в этом месте цилиндр растачивается довольно-таки сильно. Еще отличие, как определить мертва ли поршневая на новый поршневой. Когда мы вставляем поршень, он проваливаться должен не быстро. То есть иногда даже он застревает посередине цилиндра. В этой же поршневой поршень просто улетает вниз и все. И не держится. Еще как проверить можно поршневую. Вставляем поршень. И начинаем шатать. Если болтается сильно очень, то есть на новой поршневой, опять же, поршень не должен болтаться. Если болтается очень сильно вот так вот, то поршневая годится только на помойку. Точнее цилиндр. Поршень еще хороший. Как видите, просто пролетает насквозь и все. То есть, видите, в верхней точке зазора нет и не шатается. Опускаем чуть ниже, ниже, ниже. И все, поршень начинает. Даже слышно, как стучит. Примерно таким образом можно проверить китайскую поршневую. На этой поршневой уже особо не повалить. Она расточилась. Медленно ездить, конечно, можно. Но вскоре это приведет к быстрому износу колец. То есть, кольца придется очень часто менять. Потому что вот полтора-два дня и все возвращается в старый режим работы поршневой. То есть, первые два дня чувствовалась компрессия, а потом, собственно, пропала. Надеюсь, это видео было вам полезно. Подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok